Всем привет! Вы на канале Кайби и с вами Екатерина. Продолжаем проходить вторую главу Дриллери Резервейшн. Так, я помню, что нам нужно собирать подписи для нашего отчета, вот так что этим займемся. А перед тем как начать, обязательно поставьте лайк данным видео и подпишитесь на мой канал. Блин, я только сейчас обратила внимание, что тут единорог. Ну ладно, пошлите тогда в регистратуру, вроде как нужно туда. Так, идем, идем. Кстати, нужно этому сказать, что сейчас разберутся, сейчас попробуем. Здрав, будь человек, маловек. Я узнала, почему так долго. Парня спутали с оборотнем из-за его болезни. Судя по всему, теперь предстоит немало разбираться. О, я так понимаю, меня не скоро примут. А вы, собственно, по какому вопросу? Я уже написал множество жалоб, но они не слышат. А проблема в моем соседе. Живу я сам в большой квартире с таким же крупным участком, а ко мне подсели этого пса. Ну, из псоглавых он. Кинокефал? Не матерись. Псоглавец он, говорю уже. Тело человека, голова, как у собаки. Прикидывается интеллигентом, а мозги-то апсиные. Только отвернусь, так он на грядке гадит. Так еще и затоптал мои гладиолусы. А его ведь на цепь не посадишь. Ааа, он же вроде как разумный и может и ПСБ пожаловаться. Так, вроде бы музыка звучит. Да, музыка звучит. Мне просто показалось, что не звучит. А еще знаешь, что этот же хулиганов чинил, а? Что же? Постоянно ломают веточки моих яблонь. Яблонь его отца. Да, если быть точнее, у меня привитая полукультурка. Нет, аж три полукультурки. Она старенькая, совсем немного плодов дает. Я с них джем варю. На другой яблочке покрупнее и повкуснее из них настоечку делаю. Яблоки с листочками липы. А на третий, хоть и небольшие, но такие сладкие, просто медовые. Подождите, зачем так подробно мне про свои яблоки рассказываете? Ну, знаете, ну, как я вижу, он пожилой. И плюсом, чем он занимается, ну да, поэтому он начинает рассказывать. Ему просто скучно, он одинокий. Вот поэтому, наверное, сюда и пришел, чтобы с кем-то поговорить. Ему просто не нравится собеседник, который его не слушает. Ой, увекся чутко. Знаете, я не часто беседу-беседую, а мне иногда хочется кому-нибудь что-нибудь рассказать. А рядом нет никого. Детьми я за свою жизнь так и не обзавелся. Ни с кем выделиться опытом. В стариковой жизни мало радости, а вот благодарного слушателя так отрадно на душе становится. Но вы извините, если старый дед пыхто вам на уши подсел. Коли заняты, не стану вас донимать. А для чего прививать яблони? Кстати, хороший вопрос, надо еще его просканировать. А для чего прививать-то? А куда деваться-то? Климат не тот, а яблочек вкусных, и я бы ответил. У нас тут яблоням холодно, а вот их диким собрантием вполне терпимо. Нужно будет как корень дички привить веточку культурной яблони, и если все сделать правильно, то у тебя будут морозоустойчивые полукультурные деревья. Тогда и получится наслаждаться яблоками на своем участке. Еще бывает прибывают яблоней разных сортов на один корень, но я такого никогда не делал. И что на одном дереве будут расти разные яблоки? Именно так. А разве такое бывает? Вряд ли, мне кажется, просто новый сорт появится. А как вообще их прививают? Способов немало, но я практиковала только врасщеп и почкой. В первом случае ствол нужно расщепить, и в эту часть ставить веточку привияемой. В первом случае нужно аккуратно сбоку разрезать и отогнуть кору, и уже тогда привить черенок. Наверное, это на слух сложно воспринимается. Есть такое. Ты, если что, заходи в гости. Я тебе расскажу и покажу, что-то да как. Я живу в резервации на Регина 12, чертовая квартира. Надеюсь, если вы придете, то не по работе. Тогда бахнем наливочкой моей фирменной. Я, кстати, пробовала наливку, которую родители делали. В принципе, вкусно, но в малых доз. Я, в принципе, не пью. А я думала, что он живет в дубе, где этот ненормальный. Ну ладно. Давайте-ка просканируем. Я не понимаю, что это такое. Новые технологии, которые помогают нам разоблачать лжецов. Думаете, я лжец? Нет, не думаю. Просто мне было поручено протестировать новый сканер. Но я уже это сделал. А теперь мне просто нравится сканировать представителей разных видов и читать их характеристику. Что же, если вы достаиваете, то ладно. Ну зато почитаем. Так, до встречи. Сейчас посмотрим. Сюда. А. Леший. А, мы с лешим говорили. Существо пятого типа. Теперь этот тип. Пятый тип. Способно к магии. Леши, также лесовики, чугайстеры, гаюны, духи леса, представители разновидностей магических вегетандров. С греческого люди-растения. Живут до 500 лет и заботятся о природе. Духи леса не агрессивны, но могут навредить людям, которые непочтительно относятся к природе или магическому миру. Общаются с животными и умеют панипулировать растениями и грибами. Свои стихии практически непобедимы, так как при попытке им навредить, могут вселиться в другие растения, сохранив свою жизнь. А, может, он специально яблоню растет, чтобы туда переместиться? Я только сейчас задумываюсь после описания. А что, похоже. Ну ладно. Что там у тебя? Спросить про расправку о существовании. Мне нужна справка о существовании для получения формы 38А. Это тебе к Татьяне! А, все-таки мне не показалось, потому что я сначала читала про Татьяну, потом я, когда реликтор Татьяна увидела Тамару, я такая, что? Ага, окей. Значит, Татьяна это вот это. А! А, может... Ладно. Ладно, не будем бить. Игорек, с чего тебе? Так, спросим о существовании. А я тут при чем? В смысле? Меня к вам направили? Думал, вы этим занимаетесь. Кто тебя сюда направил? Та старая хавалка? Скажи ей, что она должна перестать перекладывать свои рабочие обязанности на меня? Меня за это не платят. И еще от себя что-нибудь грубое добавь, чтобы этой непутевой кошелке не поведано было. А разве это не один и тот же человек? Что там у тебя? Насчет справки о существовании, Тамара Павловна, ну и что мы будем с вами делать? В смысле? Ты чего? Я чего? Меня немного доливает ярость. Мне необходимо справка как можно быстрее, чтобы разобраться с делами прошлого вечера. Так нужно было так и сказать. Не кричи на старую женщину. А не подскажешь, куда мне дальше? Я порядка, точно не знаю, но помню, что нужно будет к Марьяне сходить, к вид... к вид... Чистка и дел. Хорошо, спасибо. К видуния? Окей. А че ты в чистоте? Окей. Допустим, мы получили... Сейчас мы должны найти видунью, да? Да. Так, я туда ходила, значит сюда. Ой, радио слышу. Типичный автомат с закусками. Упаковки пестрят самыми разными цветами и взывают купить их. Из полуоткрытого отделения снизу торчит маленький кусочек блестящего целлофана. Оказалось, это шоколадка. Кто-то не забрал из автомата шоколадку, но в упаковке красуется надпись «Августовский глуп в шоколадной глазури». Шоколадка это не только вкусный перекус, но и полезная небольшая взятка, необходимая в реалиях бюрократической машины. О, мы еще шоколадку взяли. Музыка. Надеюсь, авторские права не отберут. Так. Слайды. Тут, видимо, конференция какая-то. была. Так. Это кто у нас? Макар, это ты? У тебя ведь сейчас лунные смены. Ты зачем на работу вышел? А, Макар, здрасте. Профессор Новиков попросил испытать новую микстурку. Она избавляет от сезонных волчек причуд, но из побочек невозможность обернуться человеком. Полное отсутствие запахов и вкусов, да и в целом чувства притуплены, и вижу хуже, и слышу. Не боишься испытывать на себе экспериментальные препараты? Боюсь, конечно, но я профессору доверяю, да и сам подумаю. Такая мискстурка будет полезна для своего нашего волчего клана. Жду, не дождусь, а прадовать мамочку. Ради великого дела можно и рискнуть, к тому же испытание пока проходит успешно. Так профессор говорит. Уж третий день принимаю все в порядке. Вот даже на работу вышел. Обычно в такое время месяца я сижу у себя дома на цепи, ем мороженое из тазика и смотрю документалки. Из тазика мороженое. Обычно представляется ведерко. Ну ладно, тазик тоже сойдет. Жалко, профессор, не вопрямя с этим. Вот бы немного пораньше. Почему? А я о том, что произошло с тобой. Тот обертун. Мне кажется, что он напал на меня не из-за этого. Думаю, он был под действием чего-то инородного. До сих пор помню его тяжелый взгляд. Наклыков. А я как-то пересекался с ним на Шабаше в честь Светок пару лет назад. Светок пару лет назад. Довольно высокомерный тип, но я не думал, что он занимается наркотиками. Никогда не знаешь от кого ожидать подобного. Такими вещами не то чтобы делаться направо или налево. Порой такое скрывают даже от близких. Делятся. Извините, я случайно это перечитала. А то хотела вчера записать. В итоге сегодня записываю и сегодня же это видео выйдет. Вот. Просто знаете. Да ты прав. Я узнал, что мой брат курит только спустя 4 года. Ладно, не буду отвлекать. Пойду. Удачи с работой. Ну ладно. Так, это у нас наблюдение. Тут еще это ловцы снов. Привет, не отвлекаю. Виктор. Виктор, а поднимите ему веки. Хотя нет, у него веки открыты, значит нужно отпустить. отвлекаешь. Но это недостаточно, чтобы я перестал выполнять свою работу. Мой взор не возмутим. Мои очи не смыкаемы от меня ничего не скрыть. Ага, пока веки не опустятся. Вот именно. Да, ненавижу, когда такое происходит. Поднять их самостоятельно практически невозможно. Да и если я опущу веки, то мир может просто перестать существовать. Ты думаешь, что мир не существует, когда твои глаза закрыты? Естественно. Ты даже не понимаешь, насколько важно держать мои очи открытыми. Да где твоя прислуга? Мне все же кажется, что ты не прав. Ты можешь использовать какие угодно уловки. Тебе не получится меня одурачить. Мой долг следить за тем, чтобы этот мир всегда существовал. И я буду делать это с широко открытыми глазами. А если я тебе докажу, что мир существует и без твоей помощи. Скажем, ты закроешь глаза, а я что-то сделаю. Например, напишу на бумажке что-то, что ты скажешь под диктовку, тогда поверишь? Игорь, ты не представляешь, насколько это опасно. К тому же, у меня нет времени для твоих фокусов сейчас, и я бы мог попробовать тебе подыграть, но, скажем, на обеденном перерыве. Славно. А когда у тебя обеденный перерыв? Обед по расписанию посмотрим. Через пять дней и шесть часов. Окей. Сколько, сколько? Ты прикалываешься? Нет, я серьезно. Мне, Вио, не нужно питаться так часто, как вам, быстро, течным человечком. Для меня время ощущается по-другому, поэтому я работаю по своему расписанию. Если бы я, как и вы, каждую ночь уходил спать, это было бы жутко, назойливо и торопливо. Не успел присесть, поработать так уже, нужно бежать домой на какие-то жалкие восемь часочков, а потом обратно бежать на работу суета. И сколько длится тогда твоя смена? Семь месяцев и четыре дня. Я бы свихнулась на самом деле. Как ты терпеливый. Да ты гонишь. А я-то думаю, что у тебя за график такой, что как не приду, ты всегда здесь. Вот оказывается как. Если еще чего-то хочешь узнать, спрашивай про свишью. Так, ладно. А правда, что ты можешь убить взглядом? Это не совсем так. Получается, вы так не умеете. Мой взгляд сам по себе не смертелен, но я стараюсь не смотреть никому в глаза. Ну, он типа как химера, что ли? Ну, или как там медуза Гаргона. Стесняешься? Да. Хорош, дай договорить. Нам лучше не смотреть в глаза, потому что зрительный контакт с Вием снижает силу ауры и ухажает действия всех оберегов. А ничего, что мы безлицы. А зачем это чревато? Слабая аура мишень для нечистой силы. Сил, злые духи и темные сущности могут питаться жизненной энергией таких бедолаг, а также они вселяются в их тела. То есть, если у нас будет зрительный контакт, то в меня вселится какая-то сущность в виде гномика. Гномика, господи. во-первых, с кем ты контактировать собрался? У тебя можно сказать иммунитет к такого рода воздействию, а во-вторых, не обязательно, что кто-то вселится. Ты работаешь в паранормальной службе безопасности, и безопасность тут ключевое слово. Наше отделение, как и все остальные, построено на месте силы. Это может дать преимущество в случае войны с нечистью. Темные сущности избегают места силы, потому что энергетика таких мест может дать магическую защиту или другого рода плюшки. К тому же, датчики, за которыми мы тут следим, безусловно, показали бы передвижение потенциально опасных сущностей. Так что могу с уверенностью заявить, что если я посмотрю в глаза кому-то в ПСБ, ему ничего не грозит, разве что он может почувствовать резкий упадок сил. Какая у тебя необычная жилетка? Нравится? Выиграл в интеллектуальной игре у одного бородатого зазнайки. Сколько много карманов и все полны полезных вещиц. Вот смотри, тут у меня нитка с иголкой, тут налобный фонарь, а тут складная подсорная труба. Это похоже, знаете, на оборудование, вернее, комплект того чувака, который мы встретили у входа, как будто бы у меня представляется. Ты уверен, что ты всегда таскал с собой столько хлама? Игорь, лучше я буду таскать свой хлам, и он мне пригодится. Плохо, когда тебе что-то понадобится, а этого нет под рукой. И то правда, ну, просканируем. Чтобы это сделать, мне нужно оторвать мой невозмутимый взор от мониторов. Нет, это не обязательно. Тогда валяй. Ну, зато почитаем так, до встречи. Что ты нам расскажешь? Вий. Так, четвертый тип. Кстати, я против него, что леший тут пятого типа, а все остальные как бы четвертого. Может быть, с точки зрения того, насколько мы человечно будем выглядеть? Хотя нет, Вий четвертый тип, а он как бы не как человек выглядит. Хотя с другой стороны, ну, ладно. Существо четвертого типа способна к магии. Вий также дурной глаз. Магическое создание с безжизненным, не мигающим, смертоносным взглядом. Имеют темно-зеленоватый оттенок кожи, выдающуюся челюсть и металлические ногти. Для минимизации воздействия проклятого взора нужно не поддерживать зрительный контакт с представителями этого вида. Чтобы лишить их своей главной способности, необходимо закрыть им их массивные веки. Побочной частью проклятого взора является невозможность самостоятельно раскрыть свои глаза. Для этого Вию необходима внешняя помощь. О да, как мы пойдем по фильму и по книге Вии. Это да. А это походу гадалочка, хотя потом к ней заглянем. Что здесь? Привет, привет, ты давно со мной не говорил. А, я помню в первой главе было отражение, с которым мы говорили. Дел много. Понимаю. Тебе проще жить отражением довольно просто. Что ты хочешь этим сказать? У тебя нет проблем. Ну, с одной стороны, это правда. Отражению не приходится беспокоиться о том, как заработать на жизнь или как найти свое место в мире. Но, с другой стороны, я не могу принимать решения самостоятельно. Всегда нужно слепо повторять за тобой. Но, это же легко, не так ли? Тебе не нужно принимать сложные решения, как мне. Легко? Может, и нет нужды принимать решения, но я также не могу делать ничего, что мне действительно хочется. Приходится в точности до миллиметра следовать твоим указаниям. А что тебе мешает перестать повторять? Как что? Так ведь нельзя, это ведь и определяет отражение. Ну, а если попробовать не действовать, как я хочу, что произойдет? Хороший вопрос. Я, я не знаю, странно звучит, тогда ты останешься один, можешь даже сойти с ума. Кто тогда будет тебе советовать? А разве отражение можешь советовать? Может быть, это случай не кровавая мэрия? Или из каких-то славянских этих... Как правильно сказать? Мифических существ? Может быть, это какое-то мифическое существо, которое представляется отражение, а по факту это что-то другое? Значит, ты все-таки хочешь делать то, что и я. Ах так, тогда я стою здесь. Иди, живи свою интересную жизнь, буду делать то, что хочу. Обидели отражение. Так, мне интересно, что одна кабинка черная, и там кто-то сидит. Так, что это? На стене висит знак «Не курить». Слово не полностью усыпано маленькими прожогами, от сигарет. Рядом стоит урна, доверка наполнена сигаретными бычками. А здесь кто-то сидит, кстати? Дима Утюпин. Да, блин, опять этот чертов начальник скрутил для своего дома целый рулон туалетной бумаги. Я такой терпеть не буду. Завтра же напишу заявление на увольнение. Ой, боже мой, ты бы хотел в школу, в школе вообще не хотят рулоны вешать. Вешают только когда проверки. Что случилось? Дима? О, это ты, Игорь? Да, это я. Слушай, друг, у меня беда. Про нее я уже, я уже наслышан. Ты довольно громко возмущался. Прости, если я напугал тебя. Все в порядке, я пойду? Нет, подожди, помоги мне, пожалуйста, принеси мне бумажку, чтобы я мог закончить, ну, сам знаешь чем. это не будет выглядеть унизительно, что я для тебя ищу туалетную ленту по всему ПСБ. А ты хитрее будь, не говори, что для меня, а скажи, что у самого прихватило, тебя же тут все знают и уважают. Ну, я не знаю. Ты пойми, я бы сам справился, как раз взял с собой журналь, чтобы почитать, а тут такая девочка на обложке, прям пожар. и поэтому я не хочу ей упользоваться, чтобы вытереть попу. Я поняла тебя. На, загляни. Да не нужно. Вот, вот смотри, господи, вроде бы Дима Человек, а это это? Кикимбара болотная, что ли? Если это мисс Болот. О боже мой, это на привишку точно пойдет. А что ты вообще тут делал с эротическим журналом? Вот правильный вопрос задаешь, Игорь. Я? Ага. Понимаешь, да, чего-то я тут оправдываюсь, все же уже рассказал. Ладно, не кипятись, помогу по возможности, но не обещаю, возможно, я вообще про тебя забуду. У меня сегодня много дел. Блин, надо не забыть, может быть, ачивку будет. Спасибо, Игорь, буду ждать твоего спасения. Так, раздобыть туалетную бумагу. Ну, вы поняли. А, ну, спросим про журнал. Знакомая девушка на развороте? Да, мне кажется, мы еще не были в сознательном возрасте, журнальчик довольно старый. А, это суча не та, которая была в первой главе, но это кимора болотная. Я нашел его на складе, но он был весь в какой-то липкой паутине, так что аж некоторые страницы слипались. Надо бы прибраться на складе и разобраться с живностью всякой. Да я не об этом, мне кажется, я ее где-то видел совсем недавно, так вот именно. Она, наверное, сейчас вредная и престарелая бабушка. Ты встречал кого-то похожего на нее? Вряд ли. А мне кажется, что встречал. Ну, то, что это паутина, горячая цыпочка. Я была молода, мне нужны были деньги. Хорошая ачивка. Давай, брат, надеюсь на тебя. Ну, ладно. Но я сомневаюсь, что это была паутина. Кто понял, тот понял. Ну, что веду, нет, давай поговорим. О, Игорь, я как раз тебя и жду. Ты предвидел мое появление с помощью своего шара? Ну, типа того. Хотя нет, на самом деле я ждала хоть кого-нибудь скукосмертное. А с тобой всегда смешно. Это почему? Ты ничего не понимаешь в человеческих обычаях и обычных вещах. Это всегда забавно. Звучит довольно оскорбительно. Нет, нет, Игорюш, это мы люди так шутим. Не принимай близко к сердцу. Ай, я и не... Ай, черт с тобой. Как начнешь с тобой спорить, так потом еще и виноватым окажешься. Что у тебя нового тут? Да все по-старому. Да и я не молодею. Апокалипсисов не предвидится в ближайшее время. Мой магический шар молвит, что в грядущем нас ждут только светлые деньки и небольшие дожди. А по апокалипсисам обращайся в аналитический отдел. Там у всех такие морды кислые. Так они потому, что свои мониторы уткнутся и смотрят целыми днями, как циферки по экрану бегают туда-сюда, а у меня вот шарик картинку хорошую показывают и глаза не портят. Так, а чего же в аналитическом не оборудовать каждому сотруднику по магическому шару? Так они ими пользоваться не умеют. Да и циферки мои шарик не показывают. Конечно, если же ведунья женщины, какие нафиг цифры, особенно когда стоимость. Ну, а обучить отряд гадалок? Во-первых, я не гадалка, я ведунья. Во-вторых, обучить ведовству не так уж просто. Нужны талант и годы практики, чтобы достичь хотя бы моего уровня. А эти кнопокыт, кнопок, кнопкотыки пришли на все готовые. Следят за взлетами и падением значений своих датчиков, которые представляет программа, предоставляет. Тоже мне талант. Украли мой хлеб и кабинет мы отобрали, выделили вот тут закуток возле туалета. все мимо меня заходят. Хоть кто-нибудь бы остановился, спросил, как мои дела, а я бы им про их будущее рассказала, а мои предсказания, видите ли, стали статистическими менее точными. Ну, в принципе, да, возможно такое. И что же твоим предсказаниям теперь не верят? Мои предсказания действительно довольно расплывчатые. Часто я вижу не действительное будущее, а его образы. Их нужно правильно толковать для этого. Мы и учимся ведать. Верить или не верить, это уже моя забота, не моя. Мне главное, если что-то не очень плохое предвидится, предупредить аналитический отдел. А они уже своими программами найдут источник беды. Понятно. Так. Вот, нач... О, да, нужно с каждого спрашивать туалетную бумагу. А у тебя ненадежная туалетная бумага? Игорюш, вот об этом я и говорила. Для справки скажу тебе, что такие вопросы девушкам задавать неприлично. В смысле неприлично? Это нормальная ситуация. Вот, если, например, спросили бы с точки зрения что-то интимного, вот тогда, да, я тебя пойму. А так, я тебя не пойму. Это всего же туалетная бумага. Извиняюсь. Пацаны не извиняются. Чего? Я так не поняла, что это сейчас было. Мне нужен насчет по моей ауре. Ты не поможешь мне? Мне нужно собрать документы по новым стандартам. Тебе нужен насчет о чистоте ауры. Сейчас организую. А как ты определяешь такое? У меня есть несколько инструментов для этого. Например, камень души, через который я могу видеть ауры других людей. о, я слышу, чтобы получить такой камень, нужно пожертвовать кем-то, кто тебе дорог. Это глупые выдумки. Такой камень можно зачаровывать даже в домашних условиях. Самое сложное, это найти топаз нужных размеров. Это хоть и магический камень, но он все еще драгоценный. А мне не нужен камень, чтобы видеть ауры. Отлично, значит, я тебе не нужна. Пиши отчет сам. нет, я не это имел ввиду, у меня маловато опыта в аурах. А как вообще происходит твое освидетельствование? Ты отталкиваешься от цвета ауры? Цвет ауры помогает, однако не стоит полагаться только на него. Критериев оценки очень много, и если начнем углубляться в эту тему, то до вечера не управимся. Если хочешь, могу потом тебя поучить премудростям, премудростям, а сейчас вот, держи справку. Уже готова? Как быстро, спасибо, какой результат? Все хорошо, показатели в норме. Хорошо, но не отлично. Не горюш, отлично ни у кого не бывает, нет кристально чистых аур. Ладно, спасибо, а ты случайно не знаешь, куда мне идти дальше? Если детектив не знает, то куда уж мне? Если один детектив что-то не знает, то можно знать другое. Схожу к Таропову. Мне все равно нужно, чтобы он дал показания для отчета. Это случайно не тот, который Жириновский, можно так сказать. Так, может быть, погадаешь на ручке, дорогуша? Гадают балбесы на экзамене, а я обедаю, ведаю. Какого рода предсказания ты хочешь? Не знаю, а какие они бывают? Ну, разные. Я высококвалифицированная ведунья, в третьем поколении много на чем могу ведать. Раскладик Таро, натальные карты, рунический ряд, хиромантия, спиритизм, кофейная гуща, воск, бобы, свечи. Стой, стой, как много? Я думал, ты заглянешь свой шар и он покажет, что со мной будет. Можно и так, но шар показывает образы, основанные на глубинных мыслях. Если это мысли мои, то получится их истолковать, но чужая душа потемки. Твоё подсознание может выдать такое, что я никогда не видела. Это могло бы сработать, знает ты хотя бы азы ведовства. А так шар больше призназначен для глобальных предсказаний. А что лучше подходит для личных предсказаний? Давай разложим руны. Если тебе больше хочется узнать ближайшее будущее, то подойдет Крик Ворон, Крик Ворона, а если волнует грядущие на долгую перспективу, то посох Велеса. Давай Велеса, а у тебя руны скандинавские? Ты меня не уважаешь? Славянские, конечно, сейчас достану мешочек. Первая руна Чернобог. Что за ух? Все так плохо? Чернобог, руна тени, симу хаоса и разрушения, однако чернобог не всегда плохой знак, тени и свет всегда идут бок о бок, он может толковаться по-другому, связки с другими рунами. Вторая руна Алатырь. не нравятся твои реакции на руны. Она просто издает зух, как будто она думает, все нормально. Сам ветер ничего плохого не несет, но, скажу честно, не лучшая связка для Чернобога. Ветер признаменует что-то новое, но перемены могут быть и хорошими, и плохими. Третья руна Алатырь. Уже лучше. Алатырь знак равновесия, истины, восстановления и поддержания сил. А что такое Алатырь? Это центр всего сущего и магического, вокруг которого борются Белобог и Чернобог. Он связывает время воедино. Как теперь понять, что меня ждет? Толкований может быть много, и все они в своем объеме будут верны. Посмотрим, что тебя ждет. Во-первых, смерть. Я умру? Не обязательно. Смерть уже бывала рядом с тобой недавно. Думаю, речь тут о том обертуне. Смерть это препятствие на твоем пути. Истина поставит все на свои места. Сила в правде. Она поможет тебе пройти это испытание. Второе толкование говорит о внутреннем равновесии. У равновесия своей душевной колебания ты сможешь переродиться. А в кафу, кстати. Перерождение откроет в тебе новые силы. Досили неизведанные. Как могла оттягивала, но есть и довольно неблагоприятные толкования. Тебя ждет черная неудача. Проигрыш, который пошатнет равновесие сил Белобога и Чернобога. Это повлечет разрушение и боль. Очень темное предсказание. Будь готов, когда свершится предназначение. Перед начертанное вернее. Но это ведь может не произойти, да? Увиденное свершится. Я лишь надеюсь, что масштаб этого предзнаменования будет минимальным. Знаешь, у меня кое-что есть. Погоди немного. Вот, это амулет Велеса. Он поможет тебе быть более собранным. С его помощью ты сможешь трезво мыслить и не делать необдуманных поступков. Он будет направлять твое сердце на правильный путь даже в самые темные времена. Носи его под одеждой. Спасибо. Это дорогой подарок. Даже не знаю, чем тебе отплатить. Не стоит. Когда этот амулет достался мне, я предвидела, что отдам его высокому мужчине, который будет в этом же нуждаться. Вообще, я тогда надеялась, что это будет мой будущий муж. Как бы глупо это ни звучало, в юности бывало грезила свадьбой. Представляла, какой она будет и каким будет мой жених. Но знаешь, по происшествию лет мое мышление изменилось. Короче, намек вы поняли. Она искала мужа. Походу нашла. А может я с тобой замучу? Ну, кстати, я все еще додумалась после предыдущей серии. Может быть, действительно человек? Просто у нас сверхспособность есть. И как нам описали по МРТ, мозг настолько большой, что действительно лица нет. И походу мы действительно человек просто настучился на варе. А зачем я тебе жених? А зачем я тебе не жених? Ох, как ты заговорил. А что же не жених? Жених, конечно, высокий, красивый, непьющий блондин с голубыми глазами и большим сердцем. Да, как промолчала-то. Но он же не блондин, уже лысый. И у него нет глаз. Нафантазировала мадама ты, Марьяна. Ну, все, тогда приглашаю вас, Марьяна, отобедать со мной в ресторане или сходить на просмотр кинофильма в наш дом культуры. С удовольствием скажу. Правда, дел много сегодня. Завтра вечером ты занят? Надеюсь, нет. Тогда завтра часиков восемь. Хорошо, договорились. Спасибо за подарок. И все-таки, может, я могу как-то отблагодарить тебя за твой подарок. Тебе не нужно случайно передвинуть пару шкафов или прибить пару полочек? Ой, знаешь, мне кроме моих рабочих обязанностей сейчас ничего не надо. Единственное, что пару дней назад меня стала напрягать зубная боль. Но зуб аж слезы лезут. Но думаю, это не твой профиль. У тебя и зубов-то нет. Везет же, так что тут без похода в больницу не обойтись. Ой, как представляю, этого дядька в халате. Да с жужжащей дрели в руках. Да кровь в шилах стынет. Зато без зубов тебе никогда не нужно ходить к дантисту. Интересно, каково это не ощущать зубов, как ты? Блин, я раньше боялась стоматологов. На самом деле я до сих пор боюсь, но именно когда если планирую в бесплатную пойти, я прям боюсь. К платным более-менее доверительно как-то. Мне не с чем сравнивать. Я ведь их никогда не ощущал. Как не ощущал и вкусы. О, нет, бедняжка, я бы не выдержала и дня без вкусняшек. Твой мир перевернулся бы вот от жареной картошечки с лучком. Как знать, может, я когда-нибудь попробую еду на вкус. Ну, ладно, до встречи. Давай, Игорюша, приходи еще. Так, продолжаем искать туалетную бумагу. А, может быть, и у Вея есть? Как там показатели? Пока ты не подошел, все было хорошо. Чего хотел? У тебя есть туалетная бумага? Конечно, сейчас я только найду среди множества своих карманов. Ну, что там? Не знаю, куда-то запропастилась. Пользуя затрудняет еще то, что мне нельзя отрывать глаза от монитора. Раз так, то, может, я сам поищу? Хорошо, давай, только без озорства. Я это не люблю. Начни вот с этого кармана, но будь осторожен. Там может быть мышеловка. Ну, спасибо. Извините, что иногда голоса я меняю, потому что тяжеловато сейчас мне читать. Что, погоди, а она заряжена? Да, все как полагается. Но зачем? Что за вопрос? Зачем нужны мышеловки? Чтобы ловить мышей из-за такого количества карманов сложно следить. Так что завелась парочка паразитов. Что-то мне перехотелось шарить по твоим карманам. Дело твое, Игорь. О чем заключается твоя работа? Хороший вопрос. Я смотрю, я вижу все. Это понятно, но ты же за чем-то конкретно наблюдаешь. Во всей стране разбросаны датчики, которые считывают скачки энергии, несанкционированные всплески могут быть как физическими, так и магическими. Все они должны быть проверены и декларированы, и если это что-то потенциально угрожающее, то должны быть приняты меры и т.д. Также в мои обязанности входит изучение древних пророчеств, да и не древних тоже. Разные огломагические создания постоянно издрегают всякое, и бывает в смутных видениях можно разглядеть очень даже конкретные вещи. Просто нужно уметь видеть, а я вижу все. Окей, туалетные бумаги не дождались от него. Ну ладно, давайте продолжим в следующей серии. Блин, я хочу получить ачивку, найти туалетную бумагу. Я хочу. Так, только я забыла, кому идти дальше по бумажкам. Ну ладно, это разберусь в следующей серии. Ну пока что, ну блин, смешно, особенно по поводу туалета. Окей. Надеюсь, вам тоже понравилось, если да, то обязательно поставьте лайк. А так, всем большое спасибо за просмотры, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на серию Дискорда, пожалуйста, на ютуб канале можете найти ссылки на группу ВК и на серию Дискорда. Извините, что странно говорю, потому что мне сразу это насморк подступает. Всем большое спасибо, всем пока.